Здравствуйте! Библейский портал «Экзегет» и постараемся понять, где брать вдохновение. На этот вопрос христианину ответить на самом деле достаточно просто с одной стороны, а вот реализовать чуть-чуть сложнее, потому что слово «вдохновение» недаром сразу уже даже нам в русском языке так и проще это понять как раз. Дух святой, который нас наполняет и является той самой божественной искрой, является тем самым углем, который Серафим пророку вкладывает в уста, о чем наш замечательный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин тоже написал прекрасное стихотворение, которое даже люди далекие от церкви знают. Да, вот это соприкосновение со Творцом через причастие святого духа, оно дает человеку силы. Поэтому даже если человек является просто сосудом греха, абсолютно живет безнравственно, он может быть преисполнен божественным вдохновением. Но, конечно, на страшном суде ему придется отвечать, как он это божественное вдохновение использовал. Бог творец этого мира, Бог создал нас по своему образу и подобию, поэтому каждый человек призван творить, а без вдохновения это невозможно. Однако порой человек не чувствует вдохновения и ему кажется, ой, у кого-то вдохновение больше, и как-то человек другой не этим распоряжается. Но апостол Павел говорит, зависть только вдохновению будет препятствовать, потому что, говорит, разные, разные, дорогие мои коринфяны, есть дары. Дары, что вот кого-то Господь в церкви поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, дали иные, дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Ну, все ли проапостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления и так далее. Единственное, что апостол Павел дальше говорит, продолжая вот это чтение апостольское, продолжая свое письмо Коринфянам, он говорит, надо ревновать дарований больших, что, может, не хватает вдохновения на какое-то красивое творческое дело, на врачебное служение, вот мы об этом тоже про исцеление говорили, на какое-то ораторское мастерство, на художественное творчество, просто на какую-то повседневную работу, которой надо найти сил. Не страшно, наша задача ревновать дарований больше, говорит апостол Павел, именно любви. Если у нас есть вдохновение на любовь, на любовь деятельную, позаботиться о людях, проявить свою любовь Богу, Ему послужить, то Господь, который видит наше это ревнование, даст нам силы, даст нам вдохновение и на любовь, и даст нам вдохновение на какие-то те дела, не на все, но на что-то одно, чем мы можем Богу и людям хорошо послужить. Продолжение следует...